И сегодня же Владимир Путин приехал на охотный ряд. Там завершает работу депутата Государственной Думы 6-го созыва. На этой неделе проходят последние заседания. За пять лет были приняты сотни важных законопроектов. Президент поблагодарил парламентариев и подвел итоги. Зашла речь и о предстоящих выборах, которые назначены на сентябрь. Подробности в репортаже Дмитрия Кочеткова. В законе или думском регламенте нет норм, обязывающей президента выступать перед уходящим созывом палаты. Но Владимир Путин нашел время, чтобы приехать на охотный ряд и поблагодарить депутатов за работу. На предпоследнем заседании палаты уже можно подводить итоги. Но сначала президент говорит о трагической дате. 75 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Сегодня мы склоняем головы перед этим героическим поколением. Наши отцы, деды ценой своей жизни спасли и Россию, и все человечество от коричневой чумы. Мы всегда будем помнить их жертвенную доблесть, их подвиг. Светлая память всем, кто навеки остался на той войне. Всем нашим ветеранам, которых уже нет с нами. И предлагаю почтить их память минутой молчания. Путин призывает извлечь уроки из Второй мировой, когда мир не проявил воли и сплоченности перед лицом нацизма. Сейчас необходимо объединяться в борьбе с международным терроризмом, но пока этого нет. Необходимо создавать современную, внеблоковую, равную для всех государств систему коллективной безопасности. Россия открыта для обсуждения этого важнейшего вопроса. И неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. Но пока мы вновь, как это было и накануне Второй мировой войны, не видим положительной ответной реакции. Наоборот, НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны. В последние годы Дума приняла целую серию законов, решающих эти задачи. Другим приоритетом Палаты была социальная сфера. Уважаемые коллеги, вашу работу, ее итоги, безусловно, можно оценить как достойные. Вы, что особенно важно, хочу это подчеркнуть, во многом благодаря принятым вами законом, мы выполняем социальные обязательства перед нашими гражданами, развиваем важнейшие отрасли экономики, совершенствуем политическую систему государства. По всем этим направлениям вы провели колоссальную работу. Такая успешная деятельность – результат усилий всех фракций, их готовности вести конструктивный диалог друг с другом, с правительством, с другими субъектами правозаконодательной инициативы. Считаю поистине историческим итогом работы вашего созыва правовую интеграцию Крыма и Севастополя, которой предшествовала ваша искренняя, сердечная, моральная поддержка жителей полуострова накануне референдума о вхождении в состав Российской Федерации. В активе Думы шестого созыва сотни ярких законов, среди них решение, вызвавшее острейшую полемику в обществе о запрете на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов. Документ назвали именем Димы Яковлева, двухлетнего мальчика, погибшего в США по вине приемного отца. Поддержав антикризисные меры правительства зимой прошлого года, Дума отправила 1 триллион рублей на поддержку банков, а страховое покрытие вкладов увеличило в два раза до 1 миллиона 400 тысяч рублей. До 25 тысяч выросла единовременная выплата из материнского капитала. А в рамках масштабной политической реформы эта Дума оставит после себя прямые выборы губернаторов, упрощение регистрации партий, возвращение одномандатных округов и перенос парламентских выборов на сентябрь. Указ о проведении выборов уже подписан. Партии определяются с кандидатами предвыборной программы. Впереди острая конкурентная борьба, дебаты с оппонентами, непростой период для всех, кто будет участвовать в выборах. Рассчитываю, что вы сделаете всё возможное, чтобы они прошли честно, открыто, в атмосфере взаимного уважения. Очень хотелось бы, рассчитываю на это, и прошу вас о том, чтобы это была не борьба компроматов, а борьба идей, реализация которых должна привести к укреплению нашей страны, к повышению жизненного уровня граждан Российской Федерации. Очень важно, чтобы все политические силы сознавали свою ответственность за сохранение общественной стабильности, добивались на выборах не только результатов, как таковых, а главным образом доверия граждан к итогам выборов. Убежден, стабильность и доверие это основа, ключевые факторы дальнейшего успешного развития страны. Владимир Путин подчеркнул, что главный в предвыборный период не партии или кандидаты, а избиратели, граждане страны. После этого президент пожелал парламентариям успехов. Его слова благодарности в большей степени являются авансом для будущей Государственной Думы Седьмого Созыва. Почему я так считаю? Но действительно, наверное, самый главный итог, который, безусловно, приходит на ум, и президент об этом сказал, это то, что именно Государственная Дума Шестого Созыва приняла все необходимые законы и единодушно поддержала волеизъявления граждан России, которые в Крыму в 2014 году на референдуме сказали «Да! Историческая справедливость и возвращение Крыма в состав России». Сам факт прихода в Думу президента в день, когда началась война 75 лет назад весьма символичен. На фоне тех опасностей, того окружения, тех клещей, которым хотят придавить страну, важно единство в обществе. Поэтому почтить память было важно, и то, что мы вместе собрались, все ветви власти в этот день, это заслуживает одобрения и особого уважения. Выборы пройдут, осталось уже там 87 дней. Я думаю, что в области внешней политики будет такое же единство. И Владимир Владимирович сказал, что все-таки, какая бы ни была важная внешняя политика, все-таки главная остается экономика и решение социальных вопросов. И здесь мы тоже должны добиться сближения позиций и улучшить положение наших граждан. Главное в нашей стране избиратель. Он дает полномочия нам, особенно депутатам, мы, законодательная власть, чтобы это было на первом месте. Наши избиратели и их проблемы. Он сказал о том, что сделано немало. И, кстати, мы все признательны, благодарны президенту, и особенно наша фракция, потому что наши предложения были им услышаны, учтены. Я думаю, это было направлено не только внутри зала, но и на внешний контур этого выступления. Убежден. Тем более оно созвучно с тем, что наш президент последовательно говорит с трибуны ООН, международных форумов, в том числе и Петербургского. Мне кажется, что его слова были направлены и в зал, и в Россию. Уже на следующей неделе Дума опустеет, парламентарии разъедутся в округа, готовятся к выборам, но вернуться на привычные рабочие места удастся не всем. Осенью ожидается серьезное обновление депутатского корпуса. Дмитрий Кочетков, Марат Хабибуллин, Кирилл Зотов, Первый канал.